всем привет добро пожаловать на мой канал вечерние посиделки с вами Анна сегодня у нас 18 октября пятница и я начинаю снимать свою новую вышивальную неделю прежде всего в начале видео я хотела бы показать вам новые вкусняшки вот вышитые из этого набора моей дочкой лизой верхнем левом углу вы можете видеть ранее какие на вкусности вышивала там вот пончики кекс да и мороженка и хочу вам показать что же она вышла еще значит здесь такие вкусняшки довольно таки спорные цвета она тут сама подбирала раньше как-то я ей немножко подсказывала но не всегда конечно раньше она бывала и сама что-то выбирала но здесь вот полностью ее было такая вольная импровизация вот такое мороженое у нее вышилось хотя здесь знаете такой стаканчик похож как будто наверное фольгой так и бернут и такая золотая фольга такая мороженка вот здесь такие вот цвета она подобрала кто мне с фокусом опять не очень далее вот такая мороженка здесь уже более такой натуралистичный стаканчик естественного цвета но вот мороженое самое яркое дальше вот такой кекс с кремом тоже на мой взгляд немного ярковат также вышилась у нее вот такой эскимо тоже какое-то такое необычное ну и вот такой тортик кусочек торта я уже здесь уже прикрепила вернее пришила застежку ну так как лиза у меня ходит с этими брошками в школу прикрепляя на школьную форму ее у нее девочки в классе начали тоже просить такие сделать им брошечки на заказ но лиза вот у меня вышла такую вот пироженку этот тортик своей подружки тоже кстати и и лиза зовут и вот она хочет уже завтра подарить так что я попросила мне немножко времени заснять это видео прежде чем ну дарить вот эту вкусняшку вот так в принципе я думаю что она может это все и раздарить только у нас последняя осталась вот эта застежка ну вот остальные я уже израсходовала так что мне надо будет наверное съездить еще в леонардо как-нибудь и купить еще вот этих застежек на брошечки и она может быть эти все кстати и раздарит ну не знаю может быть конечно какие-то себе оставит можно их использовать в качестве магнитов я туда вклеиваю неодимовый магнит там у меня двухмиллиметровый по толщине по моему 1 и 2 сантиметра 1 сантиметр 2 миллиметра в диаметре и он так хорошо держит очень удобно разные записочки прикреплять вот на такие маленькие магнитики они много записочки как бы да не закрывают вот и очень еще их удобно для использования как вот магниты на холодильнике может быть я их частично оформлю как и магнит ну посмотрим как там у меня дочка решит как она захочет они она все их раздарить или что-то себе ставит у меня сейчас застежки есть вот такие более крупные но не для более конечно таких крупных я думаю что брошек хотя может быть и такие бы подошли вполне наверное по размерам скорее всего может быть я даже их смогу использовать но вот на мороженку то как раз можно пришить такую вот застежку вот это все что касается лизиных работ обязательно мне нужно было до раздаривания это все запечатлеть обязательно ну а я хочу вам показать сейчас что я тут немножко на вышивала за те несколько дней которые не снимала вернее вечеров сейчас я вам покажу я тут пыталась вышивать вот этот набор белые грибы ну вышла совсем чуть-чуть только шляпку белого гриба вышивала я но совсем минимальные продвижения так как у нас все еще немножко в состоянии ремонта находится у нас нет компьютерного стола и вот мне негде разместиться с моими тисками topx нормально повышевать на моем рукодельном столе стоит компьютер сейчас и ну как бы я ленилась конечно так на руках не вышивала вот но у меня уже сегодня муж поехал купил материалы на стол я думаю что может быть он вначале может следующей неделе соберет его и у меня опять будет на вышивальное место где я спокойно уже размещусь этим наборчиком и еще его повышеваю ну если конечно мне не будет такого вдохновения вышивать без тисков но без них правда очень удобно так как снапы мои большие и мне некомфортно вышивать и я ленюсь но вышиваю что-то такое поменьше да вот я уделяла время своему ёжику от мережки сейчас я вам его тоже покажу что у меня там вышилось сейчас так вот вышивала я здесь видите тоже немножко вот повышевала вот этот вот край наверное вот здесь видите у меня здесь какие-то веточки такие появились может быть это веточки шиповник может быть и нет но вот здесь можете видеть такие очертания самого шиповника в принципе этот процесс довольно таки легко и приятно у меня идет особенно то что он на пальцах пальца все равно легкие хоть их и не совсем удобно держать так как они большие большого диаметра но все равно я с удовольствием вышиваю этот процесс и давайте я вам превью покажу вдруг кто-то первый раз на моем канале еще не смотрел ни одну вышивальную неделю и вот не видел именно этот дизайн хотя он довольно таки мне кажется старенькие в мережке вот такая вот у меня красота хочу я его вышивать тоже на этой вышивальной неделе но сегодня а мне бы хотелось повышевать маленькое что-нибудь и я для этого выбрала так сейчас его не знаю как то не очень хорошо схему показывать но я не буду все показывать у меня в общем есть такая вот схемка распечатанная я тут его прикрыла биконусами это желудь от компании mil hill но я буду его вышивать подбором там ничего сложного у меня тут биконусы есть коричневые разного размера такие вот покрупнее вот скорее всего я остановлюсь на этих наверно по размеру есть вот коричневые такие с напылением тоже они довольно таки крупные может быть 4 миллиметра может быть даже и 5 они но вот эти вот 0 3 миллиметра я точно помню скорее всего буду использовать их нитки у меня все куплены так бисер вот я тут докупала похожий это тоха подбирала по карте mil hill печатной своей там правда он должен быть этот бисер петит так же как у меня но матовый ну к сожалению не нашла я матового пускай будет вот такой тоха это у нас 0 142 цвет такой покупала его в леонардо хочу в общем повышевать что-то маленькое сегодня чтобы легко было в руках держать и на пластиковой конве уже наверное несколько дней я точно не вышивала после своей завершенной работы волшебные палочки ведьмы ванды тоже от mil hill который вышивала тоже на пластиковой конве вот я наверное сказала что это тоже буду подбором и на пластиковой конве вышивать потому что мне очень нравится потом эти работы ну как бы при случае стирать но бумага все вы знаете не позволяет этого к сожалению сделать так что я буду вышивать подбором и я думаю что мне это тоже маленькая работа поучаствует в сп осенние нотки от галечки ночной вышивальщицы вот мне кстати еще ту надо работу выложите сегодня сфотографировала надо выложить в контакте в группе что я ее завершила это я имею ввиду волшебные палочки ведьмы ванды вот и думаю что за пару дней то я точно вышью этот желудь ну буду периодически ежика я думаю что вышивать яблочки набор от мережки на этой неделе хочу обязательно тот желудь вышить ну может быть у меня будет возможность все таки повышивать грибы я надеюсь ну там дальше конечно видно будет может быть я еще что-то начну на что-то переключусь или возьму какой-то процесс уже и значит их повышевать вот пожалуй на сегодня все ну вот я подготовилась к отшиву своего желудя от мелхилл подбором здесь вот я подобрала коробочку четыре цвета мулины два цвета нужно еще перемотать здесь у меня две бобинки также я биконусы здесь все сложила еще такой вот цвет биконуса нашла у себя более светлый ну буду смотреть что мне больше подойдет также вот есть у меня один бисер по ключу аппетит два у меня будет использоваться гамовских бисера здесь у меня в этой коробочке такие коричневатые цвета вот как раз этот вот 093 и 094 будет использоваться вот это вот 093 2 с краю так а 094 это вот такой более темно-коричневый самый последний мне очень нравится вот в этих коробочках хранить бисер в этих таблетницах они таблетницы по моему называются ранее я их покупала и вот они у меня сейчас все закончились я даже не знаю куда сейчас бисер пересыпать то ли где-то сейчас надо будет искать то ли вот уже заказывать опять с алиэкспресс вот органайзер уже вот такого типа для хранения вот именно гамовского бисера но и бисера тоха также так что у меня тут еще висит такой я уже ранее показывала тоха не опять как-то не фокусируется уже снимаю при освещении искусственном потому что уже у нас темно ну и пасмурно особо так с освещением проблемы да получается здесь 4 цвета бисера 4 цвета ниточек мулине здесь вот я пластиковую канву подготовила здесь вот у меня лёва лежит помогает можно сказать сегодня он учудил такое я пришла когда домой из поликлиники лёва залез нашел баночку с валерьянкой рассыпал ее все умудрился как-то ее открыть наелся ее корешков валерьянки это запас у нас сада специально кстати для него налопался и лежал отдыхал такой вот у меня код пока добирался до этой банки все опрокинул там и весы и чистящие средства на кухне в общем все по раскидал зато добрался до любимой своей валерьяночки что он сегодня такой довольный спокойный вот а я сейчас буду начинать вышивать свой желудь потом буду вам конечно же показывать сегодня у нас уже суббота и я вот здесь разместилась на лизиной парте тут хочу давайте я вам покажу сразу наши обои которые мы наклеили и вот у лизы вот тоже такие рукодельные полочки мы сделали я там кое-какие свои работы поставила вот этот чеширский котик это кстати моя работа лазаревка тоже мою от волшебной страны и так а вот эти вот от волшебной страны это все ли за вышивала у меня и вот этот вот котик и фиалки анютины глазки это торта по моему это я вышивала так что лизут такие красивые сейчас собой вот и значит хочу вам показать что я вышивала вчера за пятницу вот за вечер пятницы я вышила вот такую часть красиво мне очень нравится желуди у меня как раз оказалось вот нужного цвета нужного размера 5 вот этих биконусов и все как бы но это там один немножечко с браком хотя его не видно я думаю мне очень нравится результат сегодня буду дошивать это вот желудь дошью потом конечно же обязательно вам покажу но вот сейчас я тут решила поделать магнитики у меня оставалось значит четыре магнита то есть топса это такой набор топсов или фишек они еще бывают называются тут мне конечно тень падает потому что пасмурно очень я включила все освещение и вот снимаю таким образом но все бликует у нас там дождик по моему идет или он уже закончился просто так затянуто все меня тут в комментариях спросили где я беру такие красивые магниты ну так вот я рассказываю у нас есть в городе магазин скрабукинга называется скрабмания я живу в лябинске и ну я думаю наверно такие магазины подобные есть каждом городе либо же их можно наверное по интернету заказать и вот продаются такие топсы ну я думаю что это как бы не секрет для кого конечно набора да можно купить на свое усмотрение кстати заходила на интернет магазин вот как раз скрабмани там много всего такого красиво по и появилась да и стоят эти топсы где-то 110 рублей но вот не этой конкретно фирмы я там фирма к сожалению не посмотрела но вот знаете вот это вот фирма арт узор мне не очень нравится и сейчас вам объясню почему делаю я вот магнитики то для игол вот из таких наборов но арт узор мне не нравится тем что здесь пластик плохой сейчас вам покажу вот такой вот здесь еще надо будет спиртом протереть вот это все стереть эту грязь можно сказать это в этот липучки остается вот от этой вот так здесь не очень хороший пластик он жесткий и потом его очень сложно обратно вставить мне это не нравится какая-то другая фирма вот видите мне там уже магнит внутри такой вот кофе красивый значит такая фирма мне нравится больше только не арт узор я так поняла для себя покупать хотя может арт узор они со временем пластик изменят или ну или может такой же у них останется вот посмотрите этот пластик он такой вот прям какой-то вот более что ли гибкий он более пластичный его туда обратно вставить без проблем и я знаете вот наберу вот такой tops но мне кажется таких видео кстати много на ютюбе было как делать их но я сама догадалась на тот момент я не нашла ни одного видео и вот у меня есть такие ножницы сейчас я покажу такие ножницы они прямо такие советские это мне кажется моя мама еще ножницы так вот я просто ну как бы подцепляю да вот когда он защелкнут мне прикрепилась все подцепляем за дырочку и просто как бы ну выламываю вытаскиваю вот этот пластиковую основу и у меня с другой стороны остается вот так я туда вставляю магнит да кстати вот магнит это неодимовые магниты заказывала я их на алиэкспресс диаметр у них 1 сантиметр 2 миллиметра толщина 2 миллиметра толщи и не имеет смысла брать там например 3 миллиметра потому что магнитик у вас не защелкнется вот ну и чтобы мощный был конечно тоже и меньше диаметра тоже нет смысла брать они бывают там 0 8 миллиметра 1 сантиметр ну вот эти для меня такие самые оптимальные я эти же магниты вставляю в магнитики там вот такие которые на холодильник довешу там вот эти маленькие заготовки от волшебной страны либо просто в этом на пластиковой конве что-то вышиваю например от жар птицы из меня между фетром и пластиковый конвой стоит вот такой неодимовый магнит он очень хорошо держит через фетр и я уже по-моему третий раз заказывал у этого продавца ну не знаю наверно ссылку может оставлю если не забуду и у него доставка быстрая где-то вот 50 магнитов ну в пределах 400 рублей стоит но доставка платная поэтому и быстро и вот это бывает что по три месяца идет ничего не доходит вот и вот когда я так вставляю мне кстати все магниты они двухсторонние то есть они вот у меня да вот тут слепились не книж сурки снимаю сейчас у меня не получится да вот видите они вот просто вот такое вытворяют отщелкивают главное чтобы ну вот к примеру да я у меня будут вот енот и вот этот замечательный мишка кстати есть такой дизайн вышивки у фирмы алиса мне сестра его вышивала я помню очень красиво получилось в общем они у меня будут двухсторонние там нужно так сделать чтобы полярность была соблюдение соблюдена ну чтобы они не отталкивались друг от друга чтобы когда происходит да вот сейчас покажу вот таким образом они наоборот ну защелкивались да и не отталкивались так были но вместе да но вы поняли примерно смысл вот после того как это я делаю я просто закрываю вот этой крышечкой так ну тут ее почистить конечно надо я закрываю защелкивается это все сложно с фирмой арт узор а вот с такими тоже мне другой магнит прикрепился а вот с такой вот фирмой да где пластик более такой хороший мягкий податливый защелкивается все очень хорошо держит прекрасно иглы ну схемы там все хорошо держит эти вот магнитики ну а вот с этой фирмой арт узор это надо брать какие-то ножницы мощные и вот по краям подрезать потому что здесь вот не удобно не защелкнется просто так давайте все нара камера трясется вас наружу качала от моего видео ну извиняюсь вот не защелкивается даже вот если вот попытаться подобрать ну вот эту крышечку вообще никак она немножко у них больше как-то по размеру идет и пластик как я говорила такой жесткий сложно вставить так что сейчас я вот этот весь пластик буду даже может быть вот этими ножницами подрезать по краям и пытаться вставлять но это конечно сложно все долго тяжело да мне кстати вот тут смотрите мышка будет такой магнитик символ года то я хотела себе еще остатки магнитов сделать новогодних таких так и еще у меня еще где-то был один магнит но куда-то видимо пропал у меня еще один был магнитик вот такое время чудес может его не принесла сюда это у меня будет вторым магнитом вот к этой мышке замечательный так что у меня появится еще два магнита да вот таких вот цельных которые я буду использовать на вот новогодних наверное каких-то дизайнах работах так вообще конечно мне быстро по всем работам разлетелись я так смотрю у меня в коробочке ты не особо много сейчас магнитов чтобы куда-то на другой дизайн может быть поставить их чтобы они иголочки держали вот так что я сейчас буду мучиться делать вот эти магниты от артузора так бы я еще наверное может какие-нибудь покупила другой фирмы еще бы сделала себе магнитиков я там выбирала сейчас столько много красивых там и со вкусняшками и новогодние яркие очень красивые сейчас там есть в наличии ну вот у нас в скрабмане я имею в этом магазине ну вообще много-много всяких дизайнов и осенние там потрясающие вот так что может когда-нибудь закажу эти магниты показываю да вам с руки и вот все это липнет у меня вести сложно одной рукой это все открепить вот еще раз покажу вам свой желудь пойду вышивать сейчас его и но сначала сделаю магниты конечно же а мы тут слева сейчас телевизор смотрим youtube леве тоже очень интересно у нас сейчас появился телевизор на который можно как раз смотреть видео с youtube очень очень здорово так удобно экран большой я всегда мечтала что у меня будет такой телевизор и вот по воле случая у меня у мужа на карте накопились мили их надо было срочно потратить так как они сгорали и вот можно сказать телевизор достался бесплатно купленный за мили теперь я буду смотреть youtube ну леве тут тоже очень нравится лежать там нет скраб бумага ниже тут как раз у леночки цвет пятилетия канала это на видео сняла а лёва все лег спать погода пасмурная почему бы не отдохнуть мне вот так нравится у лены вот эти артишоки они очень красивые просто прелесть шедевр они шарики сегодня у нас воскресенье я вот тут занимаюсь тем что достаю старые свои вышивки из таких не особо приглядных рамочек ну и сами и вышивки то в принципе не особо красивые такие довольно таки простенькие но вот рамочки хочу я эти все наверное выкинуть ну кроме вот этих вот эти еще более менее такие приличные и я думаю что у меня их мама заберет по крайней мере она хотела сказала что для чего-то они обязательно может быть ей пригодятся но мне вот они уже совсем не нравится они мне надоели и после ремонта в комнате у моей дочки лизы да вот они абсолютно не подходят вот эти все вышивки так что я вот уже две вот этих с котиками достала из рам рамы сейчас маме наверное отправлю вот такие вот такие вот котики милые от маргарит шри когда-то я вышивала лизе в комнату и оформляла сама не особо вот так аккуратно тут у меня все морщит я даже не знала что можно натягивать там как-то и в принципе про багетку особо много не знала на тот момент только-только начала вышивать вот и я сейчас думаю что это все вытащу наверное постираю эти вышивки и может быть я их уберу в рулончик в свой вышитых работ мне не хочется их выкидывать даже вот эту вот совсем старенькую не знаю может быть я на что-то переоформлю может вот это например на какой-то мне будет не жалко на какой-то кухонный мешочек к примеру сделать а вот этот вообще моя самая-самая первая вышивка триолис маки это мне мама набор покупала и я вот его самым первым вышивала вот видите тут какие у меня отступы с этой стороны такой большой ну по бокам нормальные а сверху я вот почему-то так мало отступила ну я на тот момент о вышивании вообще практически ничего не знала и вот взяла самый первый набор и наверное особо-то не разобралась как тут вышивать и тут была кстати вышивка шерстью очень мало отступила и вот ну вышивка в принципе так красивая я вот подумываю может быть ее оформить в кухонную подушку потому что хоть это и первая вышивка то но дизайн вполне такой симпатичный вышивалась конечно давно но вполне я думаю что можно ее и переоформить и вот эти вот детские вышивки они конечно лизе особо не актуальны может быть какую-то из них тоже можно оформить к примеру в подушку или во что-нибудь другое если подумать ну по крайней мере эти все вышивки надо сейчас мне вытащить и постирать а вот рамы уже отдать а вот такие вот там у меня какие-то старые большие рамы ну по типу даже вот этой да только большие такие вот не особо красивые я наверное скорее всего их выкину потому что ну они там кое-где все отломано вот эти вот крепления куда можно подвешивать в общем они у меня там сломаны на больших рамах и я вот их наверное выкину так что вот сейчас немножко навожу порядок в квартире то столько вещей много сейчас хотя бы вот старые вышивки все сложу в одно место приберу сегодня у нас 21 октября понедельник и я вот тут сейчас занимаюсь окрашиванием заготовок от волшебной страны и решила я покрасить у меня вот в планах был мишка вот я его покрасила в золотой цвет такая вот заготовочка хочу ее думаю что в ближайшее время начать вышивать скорее всего может быть даже и сегодня да сейчас я вам покажу это вот такой мишка здесь превью конечно ни о чем не скажет практически ничего не видно но я думаю что вы поняли что это за дизайн но заодно раз уж я окрашивала мишку решила еще кое-какие заготовки от волшебной страны покрасить чтобы они у меня были готовы вот санту покрасила такую я не знаю это что как шишка или как это елочная игрушка называется я даже не знаю ну пускай просто я буду елочной игрушкой называть и вот эту лошадку замечательно вот эти вот олени елочка они у меня уже были покрашены их так просто достала я не люблю красить заготовки от волшебной страны сейчас я вам покажу почему потому что потом вот мне такие вот руки ну они конечно в течении дня отмываются но как то вот с золотом ходить на руках С этой золотой акриловой краской мне как то не очень нравится вот красила вот такой краской мне нравится такой цвет такое солнечное золото да так��AN очень яркий золотой и вот покрасила сам ту тоже именно золотистой краской это мне что то налипло уже Я обращала внимание, что Санту в основном не красит, так как у него вот здесь лицо золотым его явно не сделаешь. Но я решила вокруг покрасить, пускай он будет такой вот золотистый у меня, будет переливаться. Ну и вот эта елочная еще игрушка, они у меня в принципе высохли все уже, можно начинать мишку вышивать, вот лошадка. Такая золотая. У нас дома очень темно, пасмурно на улице, я тут лампу включила, все отсвечивает. Крашу я заготовки от волшебной стороны губочкой, я беру просто губку для мытья посуды, естественно новую, режу ее вот на такие небольшие кусочки. Беру прищепку, ну вот таким образом зажимаю. Я свою прищепку кстати потеряла, у меня такая она красная была, пластмассовая, хорошо мылась, а вот тут какую-то я нашла старую. И вот ее все запачкала сейчас этой краской, поэтому я и не люблю красить заготовки от волшебной стороны, так как руки грязные, прищепка все грязная, все в золоте. Вот, ну и как губочка я в принципе крашу со всех сторон, на 2-3 раза обязательно, потому что если не покрывать акриловым лаком сверху матовым, то это со временем пока вышиваешь, золотая краска стирается очень хорошо. Ну я вот не хочу, наверное, лаком покрывать, ну пускай сотрется, так сотрется немножко, ничего страшного. И вот таким образом я крашу, потом можно эту губку помыть, второй раз еще использовать, ну на третье использование она уже не подойдет, она в принципе сейчас высохнет и будет вполне годной для второго использования. Вот, ну и сушу я эти заготовки на всяких таких пластмассовых крышечках, вот это из-под мороженого, можно из-под сметаны использовать, я их, некоторые из них не выкидываю. Оставляю себе вот именно для того, чтобы потом покрасить заготовки, просушить их хорошо, не испачкав стол, и вот они особо, знаете, не отпечатываются, да, вот если бы я на бумаге красила и клала бы заготовку на бумагу, это все бы приклеилось. Так вот они и особо здесь не отпечатываются, вот эти бортики с другой стороны, и к тому же хорошо высыхают, не приклеиваются эти заготовочки, и потом можно после использования всегда эти крышечки в пластиковую посуду выкинуть. Ну мы сортируем мусор, пластик отдельно, у нас тут стоят, конечно, такие мусоросборники на пластик, ну не знаю, насколько там его куда-то в переработку все-таки отвозят, это я не в курсе. И вот здесь у меня такая коробочка, сейчас я вам покажу, здесь вот я коплю бобинки от волшебной страны, сколько я навышивала, здесь вот еще, конечно, такие вот есть, недопользованные, надо будет их как-нибудь тоже использовать. Вот так вот у меня уже накопилось. И хочу я, наверное, все-таки сегодня начать от этого мишку вышивать. Очень мне хочется повышивать что-то маленькое, где-то уютно разместившись, с органайзером, повышивать елочную игрушечку. Сегодня у нас вторник, и я вот уже второй день принимаюсь за вышивку своего носочка от волшебной страны, покрасила я вчера заготовки, все у меня хорошо высохло, пересыпала я бисер, вот тоже в органайзер от волшебной страны. На этот раз мне кажется, что волшебная страна не поскупилась с ниточками, и у меня, наверное, на весь отшив хватит этой нитки, а то у меня раньше только на половину дизайна хватало. И вот вышиваю я сейчас вот на таком столике, это столик для завтрака, ну я в какой-то, в одной из вышивальных недель показывала, что он очень удобный. Я его использую не по назначению, а использую именно вот для вышивки, такой вот он. Вышиваю сейчас я на кровати, очень удобно, смотрю YouTube, рукодельные видео. И хотела я вам показать вообще, что у меня тут получается, посмотрите, как красиво. Тут у меня уже у мишки лапка появляется, замечательный носок, очень яркий. И вот хочу вам показать превью, да, сравните с превью. Вот если бы я не видела отшивов вот именно этого мишки в носочке, я бы никогда, основываясь на превью, не купила бы себе этот набор. Да, вот посмотрите, да, какая вот эта наклеечка. И как красиво в результате получается. Мне очень нравится. Здесь 10 цветов бисера у нас. Схемка мне понравилась тем, что здесь хорошо вот эти символы, вот эти цвета на схеме различаются, там никак не спутаешься. И мне понравилась на этот раз бумага. Вот я как-то вышивала свинку, тоже от волшебной страны, такую розовенькую символ кода. И там была бумага такая, ну какая-то она, знаете, негладкая была, вот сейчас она гладенькая. И, ну, как бы качество печати было какое-то такое серое. А на этот раз бумага гладкая, все красиво пропечатано, цвета на схеме просто, ну, довольно-таки тоже яркие. И вот они очень похожи на сам отшив. Мне это очень понравилось. Здоровски, я думаю, что у меня мишка получится. Продолжу его вышивать. Хочется уже сегодня его к вечеру хотя бы завершить. Ну, если будет время, я, конечно же, его закончу. Здесь вот у меня терморучка из фикс прайса. Я ей зачеркиваю схему, она вот такая тоненькая. И вот тут у меня бисер. Бисер, как у меня, заканчивается немножко в органайзере, я подсыпаю. И такой вот желтый, очень позитивный, яркий фетр. Сегодня у нас 26 октября, суббота. Мы пришли к моей маме в гости. И вот она собирает алмазную мозаику, вот такую птичку. Сейчас я вам покажу немножечко вот так. Поближе. Это я когда-то заказывала на Алиэкспресс. Собрала ее где-то, ну где-то вот так. И забросила. Потому что, ну как-то я не люблю алмазную мозаику все-таки собирать. И вот у меня мама взяла и продолжает. Вот посмотрите, как красиво получается. И я тут вот сейчас села тоже немножко пособирать, вспомнить. Тоже такой процесс довольно-таки увлекательный. Я думаю, что получится красиво. Птица с тремя персиками. И картина будет 40 на 50. Вот эта алмазная мозаика. И сейчас я вам хочу показать. У меня Лиза тоже с собой взяла вышивку от волшебной страны. Вот такую вот хрюшку в катке она продолжает потихоньку вышивать. Ну а я взяла своего ежика от Мережки с яблочками. В конце вышивальной недели покажу, что же у меня там навышивалось вообще за все это время. Сегодня у нас 27 октября, воскресенье. И я готова подвести итоги этой вышивальной недели. Она у меня получилась немножко длиннее, чем обычно. Начинала я, по-моему, в пятницу снимать. Ну вот завершаю воскресенье. Вчера вышивала вот эту вот голубую гортензию от Панна. Давно, кстати, мечтала к ней вернуться. Уже на протяжении двух недель думаю, как бы повышивать этот процесс. Но вот запрещала себе этого делать, так как думала, что все-таки нужно продвигать свои яблочки от Мережки. Ну а сейчас меня просто непреодолимо тянет вышивать что-то летнее. Потому что я, знаете, так подумала, летом я особо ничего такого не вышивала. Вот мне хотелось вышивать цветы, ягоды. Но ягодный набор, который я планировала себе на лето, ну планировала, конечно, в мыслях. Я не составляла плана. Я хотела начать вот этот вот набор «Вкус лета» от чудесной иглы с этими замечательными ягодами. Здесь вот видите и цветочки тоже присутствуют. Очень красивый набор, но так как я завершала некоторые свои начатые процессы. Это «Байсайд Коттедж» от «Дименшинс». Я вышивала «Аппетит». В принципе, он довольно-таки летний наборчик. Там тоже были цветы. И вот я вышивала и «Аржантей», и «Открытку» от «Новослободы». Зимнюю завершала, по-моему, еще у меня в процессах был «Чеширский кот» от «Жарптицы». Какие-то вот подбором весенние миниатюры от «Милхилл». Маленькие такие игрушечки вышивала и осеннюю, по-моему, одну. И вот, знаете, я так подумала, так я и не повышивала летом ничего вот именно летнего, вот где бы присутствовали цветы и ягоды. Не начала этот набор, не вышивала «Гортезию». И, знаете, вот мне этого очень не хватает, несмотря на то, что уже у нас золотая осень даже прошла, все листики опали, мне очень хочется вот вернуться именно к летним процессам, вот, например, гортензии. И я вот на протяжении все двух недель думала, думала о ней, ну и вчера решила, наконец-то, что я хочу ее вышивать хотя бы несколько дней. Хочу посвятить именно ей, ну а потом надеюсь, что я вернусь к ежику от «Мережки» и продолжу его вышивать хотя бы до середины, может быть, ноября. А потом уже, наверное, у меня будут, скорее всего, зимние процессы. Но это я так себе планирую. Возможно, я опять буду вышивать что-то летнее. Там уже буду смотреть по своему вдохновению. Вот повышивала немножечко. Так вот, давайте поближе вам покажу. У нас, конечно же, пасмурное освещение, не особо хорошее. Но я думаю, что все видно. Здесь, вышивая эту гортензию вчера, я обратила внимание, что здесь как-то ниточки не особо соответствуют, как на премью. Даже вот эта вот, например, нитка, она какая-то здесь салатовая. Здесь же она практически не выделяется. Я еще так сейчас перепроверила, подумала, может быть, я каким-то другим цветом нити вышила. Но нет, вот именно таким здесь и вышивается. Ну, немножко как-то вот, может, у меня нитки спутаны, а может быть, как бы, так и должно быть, не знаю. Ну, я думаю, что плохо не будет. И здесь будет бэкстич все это, придаст завершенный вид этому листу. И будет вполне, наверное, красиво смотреться. Так что я сегодня точно хочу вышивать эту гортензию, может быть, и завтра. Ну, и там посмотрим, как навышиваюсь. Возможно, снова к своему ежику приступлю от Мережки. Мне, конечно, бы его хотелось завершить. Но вот так как я не вышивала ничего вот такого особо летнего, что мне хотелось бы, мне очень сейчас не хочется, если честно, вышивать осень. И грибы белые от Марии Скусницы я совсем чуть-чуть повышивала на этой вышивальной неделе. Ну, там совсем-совсем мало, даже стыдно вам показывать, так что показывать не буду. И давайте я уж тогда, раз я тут рассказываю вам именно о ежике своем от Мережки, давайте я вам его сразу и покажу, что у меня вообще тут навышивалось за это время. Вот еще раз давайте покажу вам превью. Такой ежик должен примерно получиться. И вот что есть на данный момент у меня. Тут вот я в основном где-то вот здесь вышивала на этой неделе. Ну, не сильно много ему времени посвятила. И хочу вам показать вот на своем телефоне старую фотографию из Инстаграм. Так, он что-то переключается. Вот, смотрите, как этот ежик у меня выглядел вообще до того, как я этой осенью к нему приступила. Да, у меня, если вот так как-то показывать. Ну, вышилась вот эта вот часть такая вот. Ну, немного здесь я вышивала и тут чуть-чуть. Но в основном, конечно, так как бы показать. Этот, я думаю, вот такой вот кусочек у меня был вышит. Ну, вот такие вот все-таки были у меня продвижения. И надеюсь, что это не последние мои продвижения в этом процессе, именно в этом году. Ну, а сейчас я вам давайте еще покажу, что я вышивала на этой неделе. Возможно, вы что-то из этого уже видели. Я показывала свои некоторые работы в своем новом видео по волшебной стране. Готовые работы. Там у меня довольно-таки оказалось много работ. Я ходила по всей квартире, их собирала. И оказалось, что мы с Лизой, ну, много работ вышили именно от волшебной страны. И вот они все показаны в том моем видео. Если есть желание, проходите, смотрите. Ну, а хочу я вам тоже в этой вышивальной неделе показать, что я целых три дня, кстати, посвятила вот этому Мишке. Как-то вот на удивление он у меня вышивался долго, три дня. Я обычно на такую работу трачу полтора дня, не больше. Но здесь вот он как-то у меня прямо-таки долго вышивался. И я считаю, что это самая красивая елочная игрушка на этот момент, которую я вышила от волшебной страны. Ну, красивее я, по крайней мере, не вышивала, на мой взгляд. Очень хорошая проработка. Замечательно подобраны цвета бисера. Такая красота. Мне он очень нравится. Как вы помните, я на этой вышивальной неделе красила золотистой краской акриловой. И мне кажется, в этой работе очень идет именно такой цвет. Фетр здесь желтый. Такая вот замечательная работа. Если вы планируете такую же работу вышивать, может она у вас есть в запасах, либо вы планируете ее купить, я вам советую, обязательно замените носик и глаза мишки на черные бисеринки. Здесь они должны вышиваться вот такими темно-коричневые, но они не особо темно-коричневые. Бисер, к тому же, прозрачный. И они здесь вот довольно-таки теряются. Ну, а черный бисер смотрится замечательно. И я думаю, что этому мишке как раз вот такие глазки и такой носик по цвету подходит. Вот. Такая замечательная работа. Очень-очень красивая, очень яркая. Я от нее в восторге, так что всем советую. У меня еще есть Санта. Я его тоже, кстати, покрасила. И хотела бы тоже сказать по планам. Ну, план минимум на волшебную страну я уже выполнила. Я вот вышила этого мишку. Снежинка у меня еще была в планах прозрачная. На прошлой вышивальной неделе, по-моему, я ее вышивала. А также у меня был в планах вот этот магнитик, тоже от волшебной страны. Такой символ года будущего. Вот эти вот мышаты милейшие. Вот я вышила. И вот у меня готов такой маленький подарочек. Тоже буквально вышила. Ну, недолго они вышиваются, эти магниты. Наверное, пару часов, может быть, максимум я ему уделила. Тут вышивки мало. Так что пункт с волшебной страной я, можно сказать, в плане закрыла. Но я думаю, что к Новому году я еще, наверное, пару наборчиков, именно елочных игрушек, еще, наверное, вышью. Ну, уже не по плану. Но программа минимум у меня по волшебной стране выполнена. Также хочу вот вам показать вот этот желудь, который я вышивала в начале, по-моему, вышивальной недели. Подбором от Милхилл. Вот так вот он у меня получился. Красота такая. Здесь у меня белый фетр. Вышивала, как обычно, ну, вы помните, на пластиковую конве белой. И вот здесь такие у меня биконусы хорошо подошли как раз и по размерам, и по цвету. Здесь вот, я, по-моему, уже говорила, должен быть матовый бисер, но вот я вот нашла только такой немножко перламутровый. Это бисер Тоха. Покупала его в Леонардо. Ну, на мой взгляд, тоже вполне так хорошо. Он сюда подошел и к ниточкам. И вот уже вот этот вот, этот желудь уже украшает у меня веточки. Такая вот осенняя игрушечка. Тоже начала выполнять план свой по Милхиллу. Мы сейчас вот с Лизой нарядили веточки. Ну, не прямо сейчас, а до этого. Такими осенними игрушечками. В основном это Милхилл. У нас там, правда, их мало. Осенних, да. И я так посмотрела, зимних у меня вообще нет. Абсолютно. Так что я даже не знаю, будем ли мы эти веточки зимой украшать, либо вот так осенние останутся игрушки. Потому что, ну, где-то надо 10 работ вышить, чтобы не совсем бедно смотрелись эти вот веточки. Ну, я, конечно, не успею столько всего. Да, и у меня в планах, в принципе, этого всего нет. Может быть, какие-то еще я наборы включу в план. От Милхилл вышью, ну, вышью их, скорее всего, подбором. Вот такие вот малютки у меня вышились на этой неделе. И еще я хочу вам показать Лизины работы. Такие большие. Вот Лиза у меня тоже от волшебной страны. Посмотрев на меня, вышел вот такой магнит. Также она вчера его завершила, вот буквально вечером. Мы вчера ходили в гости к моей маме, она там повышивала. И вечером уже дома завершала этого симпатичного хрюшку. Поросенка такого. В шапочке, в купальной и вот с уточкой. Очень милый сюжет. Прекрасный магнит. И Лиза немножко времени вечером оставалась. Вышла вот такую черепашку. Она так вообще вышивается в коричневом цвете бисера. А вот здесь, по-моему, такой какой-то золотой, что ли. Насколько я помню. Ну, Лиза у меня любит экспериментировать. И вышла вот в таком голубовато-синим цвете. Эту черепашку, ну, на мой взгляд, тоже очень красиво получилось. Ну, вот, пожалуй, это и все. Такие вот у меня итоги этой вышивальной недели. Надеюсь, вам было это видео интересно посмотреть, провести время вместе со мной. Подписывайтесь на мой канал. Если вам понравилось видео, можете поставить лайк. Я буду очень этому рада. Большое всем спасибо за внимание. И до скорых встреч в новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok